Реформа в системе правоохранительных органов не повлияла на статистику раскрываемости преступлений и уровень доверия к правоохранителям, увы, близится к нулю. Днепропетровская полиция оказалась не готова к реалиям жизни. Такой вердикт вынесли активисты общественных организаций, которые наблюдают за работой обновленного состава правоохранителей. По мнению общественников, изменения в Министерстве внутренних дел не только не решили старые проблемы, но и добавили новые. Несовершенство законов, регламентирующих работу полиции, привело к хаосу. Днепропетровские патрульные до сих пор не знают, как действовать в случае ДТП, вооруженного нападения и других нестандартных ситуаций. В Днепропетровском университете внутренних дел недавно выпустим почти тысячу новых специалистов, уверяют, в этом не виноваты ни преподаватели, ни студенты. В законе попросту отсутствуют нормативы реагирования. Мы очень тщательно наблюдаем за ними, как и вся общественность. Не с целью покритиковать, а с целью помощи. Сегодня мы на постоянной связи. Все те тренеры, преподаватели наши, которые выступали в качестве тренера, в них телефон, поверьте, постоянно работает на связи с патрульными. Как выяснилось, никто не отменял бюрократию. Оказывается, чтобы получить разрешение на проведение негласной следственной работы, сотруднику полиции требуется собрать до 12 подписей. Пока он получит весь пакет согласований, узнает об этом от 10 до 30 человек с разных структур. То есть утечка информации, ну, довольно-таки высокий процент, что фигурант, которого разрабатывают, об этом узнает раньше времени. Что касается материального обеспечения, тут по-прежнему без изменений. За собственные средства полицейские покупают бензин, констовары, форму. У сотрудника полиции, у которого средняя зарплата 3000 гривен, за свой счет он обеспечивает свою работу повседневную. И в месяц на это у него уходит в районе 3500 гривен. То есть фактически больше, чем он получает зарплату. О какой борьбе с коррупцией мы можем говорить. Решить проблемы, препятствующие эффективности работы полицейских, активисты предлагают с помощью конструктивного диалога власти и общественности. Заседание круглого стола на тему первой шаги реализации закона о национальной полиции состоится в пятницу в Днепропетровском университете внутренних дел. Продолжение следует...